Этот комплекс на улице Гвардейцев-Широнинцев местные жители называют мавзолеем или муравейником. Его построили в 1978 году. Мавзолей стал первым торговым центром на Салтовке. Но спустя 30 лет комплекс пришел в упадок. Сейчас в полуразрушенном комплексе собираются подростки, а в заброшенные помещения сваливают мусор. Местные жители рассказывают, здесь давно нужно сделать ремонт или что-нибудь построить. Какой-нибудь супермаркет, потому что много деток маленьких. И с ними проблематично куда-нибудь сходить, скупиться. Торговых комплексов у нас уже в Харькове столько много, что уже ступной шаг в магазин. Его надо сейчас снести и построить лучше здесь 16-этажный дом. Чиновники склоняются к реконструкции торгового центра. Но говорят, на капитальный ремонт нужны большие деньги. Для начала хотят обновить фасад. Моё мнение, сюда нужны какие-то очень серьёзные инвестиционные средства. Либо оставить его в том виде, как сохранить памятник советской архитектуры, либо его перестроить, реконструировать серьёзно, дабы он продолжать служить в тех целях, в которых он изначально был построен. К работе чиновники решили подключить предпринимателей. У Салтовского мавзолея шесть совладельцев. Собственники торгового центра говорят, они за реконструкцию. Но оплатить готовы только ремонт своих помещений. 60% мавзолея образно принадлежит властям, фонду городского имущества. Поэтому большую часть мавзолея, там требуются очень большие вложения. Я считаю, что они должны сделать сами, за свой счёт. Пока же у чиновников нет даже проекта реконструкции торгового комплекса. А потому, когда центр отремонтируют или хотя бы начнут там что-то делать, неизвестно. Ксения Бай, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».